Итак, дорогие друзья, в первом курсе, хотя он не является первым, Django 2 профессиональное изучение мы с вами сделали следующее. Объясняю, что этот курс вообще продолжение Django 2 сервера. До этого мы были там, знакомились более подробно с моделями, устанавливали сервер, да, и теперь начали работать уже конкретно с проектом. Внизу будет ссылка на видео, что я от вас хочу, да, вот это, на это видео посмотрите. То есть, сейчас, Django 2 начался курс, да, то есть, что профессиональное изучение описано, я рассказал, как будут эти курсы, то и от вас хотел бы, какие действия и какие мои действия, чтобы мы вышли на профессиональный уровень. То есть, наша задача, я повторю, чтобы, вот сейчас мы начинаем, курс будет, ну, я повторюсь, но посмотрите более подробно там. Значит, курс будет проходить в три этапа. Этап номер один. Мы с вами, хоть у нас есть наш проект, да, Django 2 сервер, но мы создали с вами еще один проект Django Professional Study, да, то есть, Django профессиональное изучение, замени слово Professional Pro, чтобы было короче. Для чего? Здесь мы, здесь мы с вами будем уже непосредственно работать, а все, что нам уже понравится и что будет более конкретное, мы будем уже размещать на нашем созданном ранее сервере, вот, и будем делать. Значит, здесь мы построим обучение сейчас с трех этапов. Вот начался первый этап. Итак, этап номер один. Создание проекта, и вот мы с вами сразу по ходу составляем план. По сути дела, то, что я буду делать, в книгах этого нету, потому что мы будем делать сейчас все разрозненно. Разрозненно. Итак, запутал вас, давайте. Этап номер один. Мы еще раз все-таки повторим, что от чего зависит Django. Раз. Второе. Наработаем конструкции, то есть создадим простые модели, простые представления, простые URL, простые шаблоны. То есть, вот этот уровень у вас должен делаться легко, на автомате. Поэтому курс делаем все быстро, то, что у вас тормозит, сразу пометили и нарабатываете. То есть, чтобы перейти к более сложным вещам, к третьему этапу, ради чего и делается этот курс, базовые вещи. Еще раз говорю, посмотрите видео, там я вам несколько раз повторял это. Вот это вот оно в описании, да. Базовые вещи должны писать легко, просто с полным пониманием. Мы просто немножко сейчас уделим время повторению и повторим наиболее часто используемые конструкции для проверки себя, владеете ли вы в полную этим вопросом. Ну, по сути дела, в первом курсе мы создали проект, дописали необходимые нам настройки, добавили некоторые вещи, документацию, создали сразу на будущее, чтобы создавать автоматно-виртуальное окружение наш файл. Значит, и записываем версии, которые нам нужно будет ставить, все по ходу. Далее мы с вами расписали первые уроки, да, то есть с чем мы будем сразу работать. Вот в этом настройка проекта, дальше установка Markdown Mark MkDocs для документирования проекта и записи нужных конструкций. В общем, ваше дело все делать от и до. Дальше Jupyter, командную строку. Создание базы данных. Сейчас пока у нас в проекте она Escalade, Escalade, но ранее мы с вами в Django Server ставили сервер Amysql и Postgresql, поэтому я, конечно, рекомендую работать с сервером Postgresql. И здесь потом я просто создам, а ранее посмотрите уроки, да, Django 2 сервер, где мы с вами настраивали, и захотите настроить на своей основной машине Postgresql и кто хочет там MySQL, то есть все, что нужно, да. Я рекомендую работать именно с нормальной базой данных, а не Escalade, да, потому что надо привыкать к более серьезным вещам. Тем более Postgresql будет делать все вообще, что только возможно в Django, поэтому будем работать с ней. Дальше первые шаги написания простого проекта, от чего все зависит Django, гид, и дальше пошли написания простого проекта. Так, вот здесь сейчас сразу добавим. Это все первый этап будет идти. Пункт седьмой, написание про... И тут будет серия уроков частой конструкции. Вот так сделаем. Модели. Представление. URL. Платы. Сеттинг. Все частое. И тут для себя, чтобы было, плюс Jupyter. Вот это первый шаг, и это еще первые шаги, которые мы сейчас будем делать в ближайшие уроки. То есть, ребята, я исхожу из личного опыта, из уроков, из того, что непонятно было ребятам в школу. То есть, вот такой курс, да, который мы с вами будем проходить. Все. Новичкам начинать с spb-tut.ru И рекомендация у меня простая. Дошли до функции Python, начинаете второй язык Kotlin. Плюс работаете самостоятельно. С разделом практика Python OOP. Там сначала идет не OOP. Ну, плюс делаете Django. Сами распределите, посмотрите, как делают ребята, да. Распределите свои усилия, все получится. Обратите внимание, дизайн сайта скоро изменится, поэтому не удивляйтесь, если вы будете видеть другой. Но, в принципе, в любом случае, не переживайте. Если я делаю вот этот план, да, сейчас, то я его перемещу и на новый сайт. Да, то еще это будет. Все, ребят, вперед, все получится. Продолжение следует...